Ключ, открывающий двери газового экспорта в Европу, уникальный объект мировой газовой отрасли, суммарная мощность 366 мегаватт, построен и введен в эксплуатацию за два года. Догадались, что это? Сегодня расскажу о масштабном проекте компрессорной станции «Портовая». Меня зовут Кирилл, вы на канале «Газовая промышленность». Ну что, поехали? Прежде чем рассказать о компрессорной станции, следует освежить память о газопроводах, которые она обслуживает. Первый газопровод называется «Грязовец-Выборг». Он имеет стратегическое значение и удовлетворяет газовые потребности России. Несколько интересных фактов о нем. Протяженность около 900 км, основной диаметр труб 1420 мм, рабочее давление 100 атмосфер. Второй газопровод – «Северный поток». Это наше газовое окно в Европу. «Северный поток» – уникальное сооружение. Вы только послушайте. В 2018 году установлен рекорд транспортировки газа по «Северному потоку». Вместо запланированных 55 млрд кубометров прокачали 58,5 млрд. При поставках по данному газопроводу расход газа на собственные нужды в три раза ниже, что позволяет сократить затраты на транспортировку газа. Углеродный след транспортировки газа по газопроводу «Северный поток» шесть раз ниже, чем по Ужгородскому коридору. А теперь плавно переходим на компрессорную станцию, которая обеспечивает это давление. КС «Портовая» находится на побережье Балтийского моря в бухте «Портовая», недалеко от города Выборг Ленинградской области. Что такое компрессорная станция? Я был готов к такому вопросу. Компрессорная станция, сокращенно КС, это комплекс сооружений для получения сжатых газов при его добыче, транспортировке и хранении. КС состоит из компрессорных цехов, газоперекачивающих агрегатов, установок очистки и воздушного охлаждения газа. Кстати, станция была построена и введена в эксплуатацию всего за два года. О конкретных функциях, которые выполняет КС «Портовая», расскажет директор портового линейно-производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Васильевич Попов. На установке подготовки газа к транспорту, которая за моей спиной, производится очистка, осушка газа от влаги, воды и углеводородов, что является первейшей необходимостью для обеспечения транспортировки газа на расстояние свыше 1200 километров. Уникальной КС «Портовую» делает множество факторов. Например, станция стала сердцем и отправной точкой морского газопровода «Северный поток». Только представьте, благодаря «Портовой» транспортировка газа на протяжении 1200 километров обходится без дополнительных компрессорных мощностей. Транспортировку газа по магистральным газопроводам обеспечивают компрессорные станции. Разное гидравлическое сопротивление по длине трубы газопровода приводит к потере давления. Падение давления вызывает снижение пропускной способности газовой магистрали. Здесь в игру вступает компрессорная станция, которая поддерживает оптимальное давление в трубе. Обычно они устанавливаются на каждые 100-200 километров. Теперь понимаете мощность КС «Портовой». Она взяла на себя работу приблизительно 12 компрессорных станций, которые пришлось бы строить дополнительно по длине газопровода. «Газпром» запустил проект компрессорной станции «Портовой» в 2011 году. Беспрецедентный для газовой отрасли объект на момент ввода в эксплуатацию не имел аналогов нигде в мире. Станция на голову была выше своих конкурентов по мощности, рабочему давлению и расстоянию транспортировки газа. На компрессорной станции размещено 6 газоперекачивающих агрегатов мощностью 52 мегаватта, которые были использованы впервые в истории эксплуатации единой системы газоснабжения России. Устойчивость к трубам в водонасыщенных грунтах придают специальные утяжеляющие покрытия и балластовые устройства. Поставьте лайк за такое техническое решение. Ну круто же! Интересно то, что ранее на головные станции газопроводов перед протяженным морским участком с учетом высокого давления газа закупалось оборудование иностранных поставщиков. Однако для КС Портовой использовались уникальные отечественные разработки. Расскажу об одной из подобных технологий. Станции для бесперебойной работы нужна мощная система охлаждения. Эту задачу для КС Портовой решил завод «Борхиммаш», поставив аппараты воздушного охлаждения «Айсберг». Проектирование и изготовление аппаратов воздушного охлаждения, сокращенно АВО данного типа, явилось прорывом в технике и технологии для отечественной промышленности. Мы не просто так делаем акцент на отечественных технологиях, так как это помогает объективно оценить скорость развития российских компаний в ТЭК. Специалисты АО «Борхиммаш» освоили прочностные и технологические расчеты и новые технологии изготовления. Для производства АВО применяется специализированное автоматическое оборудование для сварки распределительных камер АВО под флюсом. Для обеспечения комбинированного соединения несущих труб с трубной доской применяется автоматическая орбитальная сварка среди инертных газов. Механическая обработка производится на высокопроизводительных сверлильно-фрезерных обрабатывающих центрах. Уникальность и сложность реализованной задачи заключалась в серьезных ограничениях по установленной электрической мощности и высоком давлении. Задача была решена путем рациональной компоновки трубного пучка, применения теплообменных труб с высоким коэффициентом оребрения, оптимальной вентиляторной установкой, увеличенной высотой забора воздуха, применения аэродинамически совершенного воздушного тракта с плавным ходом в вентиляторную установку. Все это позволило снизить установочную единичную мощность электродвигателя с минимальных 6,5 кВт, устанавливавшихся на АВО предпоследнего поколения, до 3 кВт, при этом удельная тепловая мощность, то есть количество мегаватт тепловой энергии, полученное при одном затраченном киловатте электрической, выросло с 2 мегаватт-киловатт до 7 кВт. Это позволило применить маломощные низкооборотные электродвигатели с прямым приводом, что существенно уменьшает трудоемкость обслуживания и увеличивает надежность работы оборудования. В настоящее время отечественные аппараты воздушного охлаждения производства завода «Борхиммаш» позволяют обеспечивать охлаждение газа для всех проектных режимов его перекачки перед запуском в подводную часть магистрального газопровода «Северный поток». Мы знаем, что наш канал смотрят профессионалы, и для тех, кто хочет подробнее изучить технологию, ссылку с описанием мы оставим под этим видео. Станция дает возможность развития новых проектов. Например, в районе КС «Портовое» продолжаются работы по строительству комплекса, по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа. Его задача – локальная газификация, то есть резервное газоснабжение Калининградской области, а также присутствие в странах Балтики. Очевидно, что этот комплекс имеет стратегическое значение. Мы решили разобраться, благодаря чему будет осуществляться его работа. Оказалось, что важнейший элемент – это правильная защита металлоконструкции комплекса. Кто смотрел наши предыдущие выпуски, знает, что мы всегда поддерживаем отечественного производителя, который двигает отрасль вперед. В этот раз мы выяснили, что защиту металлоконструкций всего комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе КС «Портовой» обеспечивает отечественная компания ООО «АМТ Антикор». Представьте, компания обеспечила антикоррозийное покрытие на 43 893 квадратных метрах металлоконструкций, одновременно с этим 40 017 квадратных метров металлоконструкций, покрытой огнезащитой. Углубившись в деятельность компании, мы узнали, что помимо комплекса в районе КС «Портовой», ООО «АМТ Антикор» приняло участие в строительстве и обустройстве месоякского месторождения. Сотрудничает САО «Антипинский НПЗ» – самым крупным частным нефтеперерабатывающим заводом России и участвует в проекте строительства напорного нефтепровода Центрального пункта сбора нефти «ЦПС Русская» приемо-сдаточный пункт «ПСП Заполярная». За 12 лет деятельности компания «АМТ Антикор» защитила от коррозии и воздействия высоких температур более 2 миллионов квадратных метров металлоконструкций на стратегически важных объектах нефтегазовой отрасли. Захотите узнать больше о компании и ее продуктах – проходите по ссылке, которую мы традиционно оставили в описании под видео. Уверен, вам, как и мне, приятно осознавать, что отечественные технологии развиваются семимильными шагами. Сжиженный газ можно будет доставлять в Калининградскую область и европейским потребителям. На приемный терминал в Калининградской области сжиженный газ будет поставляться с помощью судна «Маршал Василевский». Подробнее о нем мы уже рассказывали в прошлом ролике. Стоит упомянуть одного из участников строительства комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа отечественную компанию ООО «Арматурный завод». Дело в том, что это еще одна российская компания, которая приняла участие в строительстве того самого стратегически важного комплекса в районе КАЭС Портовой. Рассказываем. ООО «Арматурный завод» выступил одним из поставщиков запорных клапанов, клиновых литых задвижек, обратных поворотных клапанов, предохранительных клапанов и шаровых кранов, необходимых для строительства. Компания осуществляла производство трубопроводной арматуры для компрессорной станции по полному циклу, входной контроль отливок заготовок полуфабрикатов, проведение механической обработки заготовок, сварочные и сборочные работы, приема сдаточные испытания, нанесение лакокрасочного покрытия. Вся продукция была изготовлена в соответствии с требованиями СТО «Газпром», сертифицирована и прошла контроль на всех этапах производства. Другими словами, это еще одна отечественная компания, которая двигает отрасль вперед, успешно принимая участие в таких важных и крупных проектах. После всего сказанного вы, наверное, поняли, что создание комплекса станет одним из важных экономических проектов в России и имеет большое значение для развития всей страны, поскольку появляется возможность газификации объектов, удаленных от магистральных трубопроводов на значительное расстояние. Разумеется, КС «Портовая» — это исторический проект в газовой отрасли. Надеюсь, мы смогли рассказать об уникальности этой компрессорной станции. Впереди много новых и интересных выпусков. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить и другие новинки из мира нефтегазовой отрасли. У меня все. С вами был Кирилл и канал «Газовая промышленность». Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова